Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Очень частый вопрос этой осенью, потому что осень у нас очень теплая, плюс осы летают, семьи очень у людей просели, но что там греха таит, у меня тоже несколько семей просели. Так что я тоже пострадал от этого, там где не уследил, крышка не плотно закрытая была, или еще что-то там случилось, щель какая-то осталась, у меня в этих ульях тоже семьи просеявшие. Так вот, что делать, если семья просела критически? Потому что сейчас чаще всего задают именно этот вопрос. Если осталось мало пчел к улье, какие шансы на их выживание? И недавно кто-то еще задавал вопрос, три улочки пчел, это мало или это нормально? И сколько надо для успешной зимовки пчел? Так вот, буду вам сегодня рассказывать по своему опыту, что вас ждет впереди, потому что я пробовал зимовать со слабыми семьями, экспериментировал, то есть с такими вот бедолагами, и должен вам сказать, что не всегда это получается. Правда, бывает, случаются такие зимы, когда это происходит нормально, но чаще всего все это заканчивается плачевно. Итак, рассказываю, что пишет книжка сразу? Давайте определимся, что пишут книжки, книжки нам пишут. Сила семи для успешной зимовки должна быть не меньше килограмма, то есть не меньше четырех улочек. И вот тут надо сказать, что с книжкой я в этом случае полностью согласен, потому что семьи, которые имеют три улочки и меньше, зимуют все-таки плохо. То есть литература тут не обманула. Действительно, семьи, которые килограммовые, то есть на четыре улочки, те зимуют хорошо. Это стандарт запасной семьи, то есть семьи с запасной маткой. Если вдруг кто забыл, то я вам напомню, что сила семьи по ГОСТу для зимовки, для северных регионов это 10-12 улочек, для южных регионов это 8-10 улочек. А для регионов, где пчелы могут зимой облететься, то есть посреди зимы, а сейчас у нас именно такие зимы, то есть ни снега нету, и зимы теплые. Стандарт нормальной семьи для зимовки в таких регионах считается 6-7 улочек. Так вот, почему 6-7 улочек можно? Потому что меньший размер семьи допускается из-за того, что, во-первых, в теплую осень они действительно на юге проседают, никуда вы от этого не денетесь. И южные семьи всегда более слабые, получается, чем северные. И во-вторых, даже если у вас бедовая семья, а на юге можно и посреди зимы безнаказанно в улей залезть, то в этом случае вы такой бедовой семье посреди зимы даже можете помочь. Поэтому на юге допускается зимовка более слабых семей. Итак, нормальная сила семьи для зимовки это 4 улочки. Если у вас 4 улочки, можете не переживать, запускать их в зиму, обеспечить их кормами и пускай себе зимуют. Если у вас 3 улочки, ну можно, конечно, попробовать рискнуть позимовать на такой силе семьи, но, честно говоря, я бы не рисковал. Хотя в комментариях многие мне пишут, что зимует и на 3 улочках, и все прекрасно происходит. Но, опять же, я вам рассказываю про свой опыт и рассказываю, что вас ждет впереди. Так вот, если у вас идеальная зима пройдет, то тогда 3 улочки действительно это нормально перезимует. И нормально они весной будут работать. Можно тогда и 3 улочки. Но, опять же, будем исходить из того, что все будет у нас плохо. То есть будем исходить из худшего варианта. Потому что лучше перестраховаться лишний раз, чем потом иметь конкретный геморрой. Так вот, какие шансы у семьи на выживание зимой, если теплая зима, такая как у нас? Если осталось меньше 3 улочек пчел, по своему опыту рассказываю, что такие семьи действительно доживают до весны. Очень часто они доживают, и когда они начинают пропадать, пропадают такие семьи или в рождественские морозы, когда крещенские морозы, то есть на Рождество, или когда возвратная холода уже в феврале месяц. То есть они пропадают уже в самой-самой конце зимовки. Целую зиму эти слабенькие семьи нормально себе сидят. Ну, как нормально? Более-менее нормально. Не совсем нормально, но тем не менее они зимуют. А вот уже в конце зимы, когда тепло, а потом бах-бах, и вернутся холод. И вот эти семьи, они не успевают сбежаться назад в клуб и замерзают. Такие семьи в конце зимы надо либо подогревать искусственно, либо очень-очень хорошо утеплять, чтобы они смогли пережить вот эти вот возвратные холода. А у нас такие холода обычно бывают по 2-3 недели. Ну, такая у нас климатическая зона. В конце зимы всегда 2-3 недели лютых холодов. И вот эти слабенькие семьи такие холода не переживают. Но могу вам точно сказать, что у вас на 100% будет. Вот такие слабенькие семьи потребляют слишком много корма. Если считать на одну пчелку. То есть у них забивается задняя кишка. И, как правило, такие пчелки неизбежно обгаживаются. Это происходит на 100% практически. То есть по-другому не будет. К чему это все приводит? Это приводит к тому, что весной вам придется менять рамки у таких семей. Потому что рамки обгажены. Их вытаскивать надо. И ставить туда свежие чистые рамочки. Сразу после облета, соответственно. Это лишняя работа, во-первых. Во-вторых, это лишний расход рамок. Потому что обгаженные рамки, если они сильно обгаженные, идут только на переплавку. Таким образом вы теряете сушь. А эта сушь могла бы поработать еще и в следующем сезоне. То есть уже есть два негативных фактора. Во-первых, зимой, в конце зимы, обязательно они обгадятся. Это неизбежно. И они могут замерзнуть. Два фактора негативных. Но про расход корма рассказывать не буду. Потому что корма, в принципе, можно пополнить. Так вот, с такими слабыми семьями начинаются проблемы в основном весной. И при этом эти проблемы могут привести даже к тому, что такие семьи очень часто просто теряются. Особенно после первого облета. Вот как вы знаете, если вы смотрите мой канал и на него подписаны, то пчелы при первом облете весеннем не имеют своей индивидуальности. И вот при первом облете слабые семьи склонны к разлетам. Что такое разлет? Это когда ваши пчелы из вашего улья уходят жить в другие улья, к более благополучным семям. Бросают свою матку, бросают свой расплод и улетают. То есть эмигрируют. Вы приходите на пасеку, открываете улей, а там осталась матка и десяток пчел. Все остальные разбежались кто куда. Кто где пристроился, тот туда и улетел. То есть в семье слабенькой пчел не остается. Есть такой негативный фактор, он бывает и бывает довольно часто. Но если брать, допустим, в процентном соотношении, то есть таких слабых семей, к разлетам склонны где-то 20-30%. 70% семей будут бороться со своей жизнью до последнего. Есть еще один очень большой негативный фактор. Такие слабенькие семьи, перезимовавшие удачно, весной очень часто идут на тихую смену матки. Да, это та самая тихая смена, потому что такие семьи, во-первых, слабые, во-вторых, они разбалансированные и у них нарушился привычный уклад их жизни. Поэтому у пчел начинает падать планка и они начинают тихую смену матки. А тихая смена матки ранней весной это неизбежно приговор для такой семьи. Семья неизбежно в этом случае пропадает, потому что времени для вывода и облета новой матки у них нет. Для того, чтобы вывести и облетать матку, потребуется около месяца. Ну, пускай даже немножко меньше, но все равно пчелы этого не переживают. Потому что мы же с вами знаем, сколько надо времени для того, чтобы поменять старую пчелку, взимовавшую, на новую этого года. Когда у нас день жопы настает, это 21 день после облета. Этот день семья имеет наименьшую силу. И после этого семья либо резко идет в рост, либо потихонечку начинает угасать. Так вот, при тихой смене матки выжить пчелы просто не могут. Опять же, на тихую смену идут около 20-30% слабых семей. То есть, то, что у вас не разлетится при первом облете, если вам повезет весной, то у вас может пойти на тихую смену. То есть, степень риска с такими семьями ранее весной составляет уже около 40-60%. То есть, 40-60% на то, что ваша семья все-таки слабенькая весной пропадет. Но если вдруг вам повезло и все хорошо, они не разлетелись, они не пошли на тихую смену, вы поменяли им рамки, вы их обеспечили медом, обеспечили пиргой, все у вас прекрасно, ну тогда можно вас поздравить с тем, что ваши пчелы в принципе перезимовали. Но то, что они перезимовали, это не значит, что вам уже прям так и повезло. на 100%, потому что такие семьи требуют к себе очень пристального ухода.